Друзья, всем большой привет! Мы по-прежнему находимся в Барселоне, меня зовут Катя и вы на канале Kate Spain TV. Сегодня будет ролик в совершенно новом для меня формате, я немножко волнуюсь, поэтому сразу в начале ролика я хочу вас попросить поддержать меня и поставить лайк. Гуляя по улицам Барселоны просто невозможно не обратить внимание на количество рисунков, надписей, граффити, муралов, которые здесь есть. Каждый метр встречается какое-то произведение искусства. После многих лет жизни в Минске мне очень непривычно видеть столько уличного творчества и хочу честно признаться, что не все работы радуют мой глаз. Вот, например, такие работы или вот такие. На мой взгляд, создают неряшливый, неопрятный вид городу. И есть абсолютно другие, которые просто хочется рассматривать, любоваться и наслаждаться этим творчеством. Мне выпала большая удача познакомиться с человеком, который занимается таким творчеством. И сегодня я хочу познакомить вас с этой замечательной девушкой, которую зовут Жасмина. Но есть одно но. Жасмина не говорит на русском языке, поэтому наш разговор будет на испанском. Ребята, поддержите нас лайком, и мы познакомимся с Жасминой. Привет, Жасмина. Как твои дела? Привет. У меня все хорошо у тебя. Все хорошо, спасибо. Я приготовила много вопросов к тебе, потому что очень интересно узнать больше о твоем творчестве. Мы встретились с тобой рядом с твоей последней работой, которая находится в районе Борн. Я хочу спросить, тут изображена женщина. Кто она? Где она находится? И почему именно эта женщина изображена на твоей картине? Обычно я всегда рисую голых женщин, чтобы дать людям идею, что они могут быть свободны. Свободны в своей голове, свободны в своих идеях, свободны от ожидания других людей. И мне нравятся женщины, потому что я сама женщина, и потому здесь нарисована женщина. Но обычно я начинаю рисовать интуитивно, и это результат моей работы. Это главная героиня всех твоих работ, или каждый раз женщины разные? Хороший вопрос. Мои друзья тоже спрашивают меня об этом. Моя идея, что каждый раз здесь разные женщины. Но много людей думает, что всегда одна и та же женщина. И в конце концов только человеческий глаз может решить, что он хочет видеть. Это могут быть оба варианта. В итоге женщины все-таки меняются? Да, для меня да. И где живут эти женщины, которые имеют руки как паста? На другой планете? Для меня это означает, что ты можешь двигаться, как ты хочешь, и можешь быть свободным. Ты должен уметь ценить, свои навыки, чтобы делать то, что ты хочешь? У меня очень много вопросов для тебя. Например, эта картина, она очень-очень большая, и нужно много вещей, чтобы ее сделать. Не знаю, например, лестницы или что-то еще. И как ты работала с этой картиной? Сколько дней? Я работала четыре дня над этой картиной. И нужна, конечно, лестница. Я пользовалась лестницей моих друзей из одной галереи. Я работала очень свободно, с моей интуицией. Не было никакого плана до начала работы. И начав рисовать, получила вот такой результат. Я правильно понимаю, что у тебя нет заготовленного рисунка? Я была здесь со своим блокнотом, где я делаю наброски. И когда стена была вся белая, я немного подумала, мне захотелось рисовать. Я сделала быстрый рисунок и потом начала непосредственно оформлять мою работу. Жасмина поделилась со мной своими фотографиями, своими видео, которые были сделаны до момента этой работы. Поэтому я буду вставлять небольшие участки видео, как стена выглядела до этой работы и как сейчас выглядит эта стена. Мне очень интересно узнать о стенах. Как ты выбираешь стены, где ты можешь рисовать свои работы? Это связано с моей другой проблемой. Я не могу найти галерею, где бы я могла выставлять свои картины. И моя соседка всегда мне говорит, ты должна рисовать больше на улицах. Рисуй больше на улицах, чтобы показать твое творчество большему количеству людей. И поэтому я начала рисовать на улицах. И когда я иду, внезапно в моей голове возникает идея, что это отличное место для того, чтобы порисовать, я иду договариваться. В данном случае это моя дорога после моих занятий испанским. И в один день я подумала, это отличное место, чтобы нарисовать. И я поговорила с владельцем стены. Я у него спросила, можешь дать мне разрешение, пожалуйста, чтобы нарисовать здесь картину? И он ответил, да-да, ты можешь нарисовать здесь. И все. Получается, ты разговариваешь с хозяином стены перед началом своей работы, да? И это очень интересно, потому что я знаю, что есть много случаев, когда нет никакого разрешения, нет никакого там спасибо-пожалуйста. И кто-то ночью приходит со своими красками, разрисовывает там стены, двери. И в итоге получается рисунок, который, например, не нравится владельцам этой стены. Мне нравится быть более спокойной, когда я рисую. Я знаю, что ничего не может случиться, поэтому я рисую в течение дня, и людям это нравится. Здесь есть животное, что это? Это хороший вопрос для тебя. Для меня, не знаю, наверное, это какой-то крокодил, или кайман, не знаю, какой-то бедный кайман, или почему он бедный? Нет, наверное, он счастливый, у него есть такая корона, не знаю, как на испанском. Какой-то вот цветок на его голове. Но ты точно не знаешь, что это за животное. Название этой работы «Жизнь – это опасность». Это означает, что ты не можешь что-то потерять, кроме как моменты, которые не проживаешь всем своим сердцем. И моя следующая работа будет выполнена на этой двери. И на этой двери у меня тоже есть разрешение, и я буду рисовать здесь что-нибудь. Однажды я гуляла по этой улице, и с этого дома вышел парень. Я ему сказала «Привет, я художница, могу что-нибудь нарисовать на этой двери?» И он мне дал номер телефона владельца, которому я написала сообщение и попросила дать разрешение на выполнение своей работы. И получила его. Поэтому планирую скоро нарисовать здесь свой мурал. Мы поменяли локацию и находимся рядом с другой твоей работой. Я хочу спросить у тебя о твоей выставке. Я знаю, что недавно в Барселоне прошла выставка твоих картин, выставка твоих работ. И хочу спросить, как все прошло? Можешь немножко рассказать об этом дне? В этот день я работала в коллаборации вместе с коллективом, который называется NowArt. И ты сегодня видела парня с этого коллектива. Для нас эта работа была экспериментальным опытом, потому что мне хотелось дать людям немножко другого, показать мои работы с другой стороны. Моя выставка называлась «Ультрафиолет», где было представлено 12 работ в сопровождении темы кундалини-йога. Я делилась своим опытом, и мы проработали наш нижний треугольник, наше сердце и треугольник сверху. В течение моей выставки было четыре разных группы, которые длились примерно по 30 минут. Посещение в себя включало аудиофон, и этот аудиофон каждый мог выбрать для себя удобный язык – английский, спанский или немецкий. Потом были три песни кундалини-йоги, и мы вместе медитировали по нашему сердцу и путешествовали внутри нас самих. И от света к тьме и всеобщей любви. Вот такой вот был опыт. У тебя есть идеи и планы, чтобы организовать больше таких выставок? Что ты думаешь насчет этого? В целом мне нравится выставляться больше, но в настоящий момент в моей жизни моя выставка на улице. Я планирую больше рисовать в этом районе, и идея, как можно больше выставлять свои работы на улице, чтобы показать большему количеству людей идеи моих работ. И моя идея – это подключить, связать людей с их душой. Как зовут эту девушку? У нее нет имени, но мурал называется «Отпусти». Отпусти. Что это означает? Это мои чувства. Я хочу это передать через свою работу. Я хочу сказать – отпусти лишние вещи, потому что ты не можешь ничего потерять, кроме как связь с самим собой. Что ты еще хочешь передать через свои картины, через свое искусство? Да. Самый важный вопрос – это кто ты. Больше всего мне хочется напомнить людям о них самих. Кто ты, когда ты свободен? Когда ты без лишних мыслей, головы, без ожидания общества. Вопрос – кто ты. Потому что в настоящий момент люди больше связаны со своим эго, со своими страхами. Мне хотелось бы дать людям идею связаться со своей душой и со всеобщей любовью. И знаешь, я счастлива, потому что именно здесь мой первый мурал. А здесь находится моя первая работа. Знаешь, эта работа больше, чем я предполагала. Она огромная. Как ты ее нарисовала? О, мне понадобилось три лестницы для этого мурала. Да, да, три. Тут рядом есть галерея. И в тот день, когда я начинала рисовать, все началось с маленькой прикроватной лестницы. Знаешь, которая для детей. Я начала работать с маленькой лестницей, не могла подняться выше. И попросила в кафетерии дать мне их лестницу, которая была более высокая. На следующий день художник из соседней галереи дал мне их четырехметровую лестницу. Я побежала за ней. Жасмина, но сколько метров эта картина? Эта картина четыре метра. И потом я возвращалась к ним и говорила им, привет, я Жасмина. Мне бы хотелось еще порисовать, могу ли я использовать вашу лестницу. И, конечно, они мне давали свою лестницу, чтобы я могла закончить свою работу так высоко. И знаешь, мне было очень страшно рисовать так высоко. Мне, кстати, кажется, что здесь нарисована другая женщина. Для меня здесь точно другая, но для тебя возможно. В любом случае, возможно, оба варианта. Ну и возможно, что нет никакой разницы. Я не знаю. И сколько твоих муралов уже есть в Барселоне? На сегодняшний день я закончила три мурала и еще собираюсь рисовать четыре в ближайшее время. И потом тоже буду рисовать больше и больше. Нужно примерно два-четыре дня для каждого мурала. Например, этот я успела нарисовать за два дня. За два дня? Быстрее, чем первый, который мы смотрели? Да, потому что тот мурал я рисовала с большим количеством деталей, а этот более свободный. Скорость еще зависит от стены? Да, зависит от стены и то, что я хочу там нарисовать. Чем больше деталей, тем больше времени мне нужно. Ты рисуешь в течение дня и имеешь много всяких вещей. Лестницы, твои краски, кисточки. И как реагируют люди, когда проходят мимо тебя? До настоящего дня у меня только положительный опыт в общении с людьми. И в этом месте самый лучший опыт, потому что люди ко мне подходили и всегда говорили спасибо. Спасибо, что ты делаешь, что украшаешь наш район, делаешь его более красивым. И было видно, что людям очень важно, что они имеют возможность высказать свое мнение о моем творчестве. И я могу встречаться с разными людьми на улице тоже. И кто обычно с тобой разговаривает? Это соседи или туристы? Все. И соседи, и туристы, разные люди. Жасмина, у меня еще остались вопросы, и я хочу поговорить о тебе. Откуда ты? Я из Германии. И сколько времени ты живешь в Барселоне? Я живу в Барселоне уже полтора года. И тебе нравится жить в Барселоне? Да, да, мне очень нравится. Погода, еда, что еще? Свобода. Мне нравится жить рядом, возле моря. И также мне нравятся люди. А еще мне нравится, что здесь много творчества, и я могу рисовать на улице, и разговаривать с людьми, и общаться с ними. Я могу везде гулять, потому что живу в центре, и мне это очень нравится. А еще мне нравится учить испанский тоже. Сколько времени ты уже учишь испанский? А зависит как. Ты имеешь в виду в школе? Когда я была студентом в колледже в Германии, я учила испанский три года, но потом я его никогда не использовала. И когда переехала сюда, то разговаривала только на улице. И потом поняла, что этого мне недостаточно, и поэтому я с тобой вместе занимаюсь испанским в школе. Я хочу сделать небольшое такое отступление. Мы учимся в одном классе испанскому языку в школе, именно так мы познакомились. Как ты начала рисовать? Ты помнишь свою первую работу на улице или в каком-то другом месте? Ты меня спрашиваешь, когда я начала рисовать в своей жизни или когда начала рисовать женщину? Да, в своей жизни. Когда я была ребенком, я всегда рисовала. Это как твое хобби с детства? Знаешь, не было в моей жизни более личного, чем рисование. Я всегда рисовала в своей жизни и делала это для себя. И я никому не показывала свои работы. Это было очень сложно для меня быть свободной, когда я рисую. Обычно я очень много думала, как нужно рисовать, потому что существуют разные техники рисования. И мой разум, когда я была более молодой, всегда мне говорил, что нужно рисовать более реалистично. И это очень сильно меня блокировало внутри. И потом в университете у меня была преподавательница. Она мне предложила пройти одно испытание, одно задание, потому что видела, что я заблокирована где-то внутри. Она мне сказала, давай сделаем с тобой один тест. Тебе сейчас надо нарисовать твои руки. Первый раз ты будешь видеть свои руки, когда будешь рисовать. И я это сделала. А потом она мне говорит, сейчас ты нарисуешь свою руку еще раз. Только в данном случае с закрытыми глазами. Я тогда у него спросила, как это вообще работает, если я ничего не вижу. И она мне ответила, просто сделай это и посмотрим. Я нарисовала обе руки, и она мне потом спросила, где здесь больше художника. В руке, которую ты рисовала с открытыми глазами, когда ты видела свою руку. Или рука, которую ты нарисовала с закрытыми глазами. И я ответила, что это та рука, которую я рисовала с закрытыми глазами. Она мне сказала, что 95%… Все нормально? Да, все хорошо, пиво не может мешать. И моя преподаватель тогда ответила, что 95% это техники. И все люди могут выучить эту технику. Но ты не можешь выучить использование цветов. Ты должен их чувствовать. И у тебя есть это чувство. Ты можешь использовать цвета. И это был первый раз в моей жизни, когда другая персона дала мне уверенность в самой себе. Что я могу рисовать, и в этот момент я могу быть свободной. И когда родилась, или лучше сказать, когда родились женщины в твоей голове? Когда мне было 26 лет, я была с двумя подругами в Хорватии. У меня были с собой мои краски. Я находилась на пляже, и без размышлений я начала рисовать. И вдруг у меня получилась женщина. И я подумала, почему я нарисовала сейчас голую женщину? Это так странно для меня? И что эта картина хочет сказать мне? И потом появилась фраза, кто ты, когда ты голый? И это было начало работы с моими женщинами. Жасмина, у меня последний вопрос. Я думаю, что это последний вопрос. Почему рисование на улице для тебя это важно? Для меня это такая же вещь, как и для любого другого художника. Это поменять что-то с помощью нашего искусства. Я могу продемонстрировать мое творчество и мои вещи, которые я хочу сказать. И почему улица? Рису на улице, я могу показать вещи, которые я хочу сказать большему количеству людей. Это проще сделать. На улице есть все, много людей. И ты можешь таким образом говорить с людьми. Это проще. Мне очень нравится рисовать здесь, на улице, еще с идеей, со смыслом, что я рисую для людей. У тебя есть инстаграм, и я хочу оставить ссылку под видео на твой инстаграм. Будет ссылка на инстаграм Жасмины, поэтому заходите, подписывайтесь, смотрите ее работы. Давайте следить за творчеством Жасмины. Если вы вдруг будете в Барселоне, то я размещу все улицы, где находятся сейчас работы. Вы можете подходить, смотреть, ну и делитесь вашими впечатлениями в комментариях о нашем сегодняшнем разговоре. Жасмина, большое спасибо тебе за сегодняшний разговор. Я счастлива, что мы смогли с тобой записать это видео, потому что для меня это новая культура в Беларуси, к сожалению. Стрит-арт имеет очень много ограничений, и не каждый человек, не все могут позволить себе реализовать их идеи на улице. Поэтому мне было очень интересно. А мы, друзья, с вами встретимся в новых видео. Всем пока-пока. Адьос. 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 Адьос.